13 жестоких советов о любви, которые работают Некоторые советы о любви на первый взгляд могут показаться жестокими, но игнорировать их не стоит. Только после понимания простых истин можно стать счастливым в личной жизни. Никому не нужен тот, кто не нужен самому себе. Чтобы понравиться кому-либо, нужно любить себя, принимать себя со всеми достоинствами и недостатками. Это не имеет ничего общего с самолюбованием. Но уверенность никому не помешает. Только приняв себя можно прожить достойную и счастливую жизнь. Таким людям не страшно одиночество. Пару неудачных свиданий – это повод не назначать третью встречу. Если на первой встрече человек показал себя не с лучшей стороны, с ним было не очень комфортно, можно дать ему шанс реабилитироваться. Но когда ситуация повторяется, нужно задуматься. Лучше сразу разорвать такое общение. Ничего хорошего из этого не выйдет. Человек только потеряет время и будет разочарован. Еще психологи советуют запомнить, если на первом свидании в избраннике раздражают какие-то мелочи, со временем неприязнь будет только нарастать. Общение с женатыми мужчинами – потеря времени. Многие женщины совершают ошибку, связывая судьбу с мужчинами, которые не свободны. Стоит запомнить, что им жена не нужна, она у них уже есть. Такие мужчины просто ищут легких отношений, флирта. Если женщину это устраивает и не смущает моральная сторона вопроса, можно попробовать. Но ждать чего-то от такого общения не нужно. Если с партнером стало сложно, лучше расстаться со временем, люди меняются. О некоторых привычках или особенностях партнера можно узнать только спустя время. Если с определенными вещами стало сложно мириться, все начало раздражать, нужно разорвать такое общение. Страдание в любви – это не норма. Люди создают пары для того, чтобы быть счастливыми. Лучше вовремя выйти из нездоровых, разрушающих отношений, чем годами мучиться. Нужно верить, что все перемены к добру. Желая выйти замуж, стоит перестать об этом думать. Навязчивые мысли о замужестве отталкивают мужчин. Это истинно известно многим, но некоторые девушки почему-то упорно ее игнорируют. Когда женщина ставит цель выйти замуж, меняется ее поведение, отношение к себе и партнерам. На начальных этапах отношений мужчинам нужна легкость. Если этого нет, они уходят искать ее в другом месте. Навязчивое желание выйти замуж специалисты не считают нормой. Здоровье-любовь – это про то, насколько человек счастлив. Многие пытаются измерить чувство уровнем страданий. Но здоровье-любовь – это про счастье, а не про мучение. А переживание по поводу безответных чувств измены является лишь признаком жалости к себе. Любить по-настоящему – это быть искренне заинтересованным в объекте симпатии. Понимание такой простой стены поможет избавиться от негатива. Нормальный человек не начинает отношений с тем, кто его не уважает. Если человек демонстрирует неуважение, позволяет себе обидные высказывания или действия, такое общение нужно сразу прервать. Когда такие моменты обнаруживаются в процессе отношений, следует немедленно сказать об этом партнеру, честно высказать претензии. Если ситуация не меняется, такой союз уже не спасти. Единственное время в жизни каждого человека, когда он объективно зависим и когда его можно считать заложником – детство. В это время он зависим от родителей, но длится такое относительно недолго. В остальных случаях пребывание в любых отношениях становится осознанным выбором. Слишком высокая планка мешает построить личную жизнь. Себя нужно любить и уважать, но в этом вопросе важно не перестараться. Слишком высокие требования к потенциальным партнерам мешают построить личную жизнь. Не стоит забывать, что каждого человека есть недостатки. Нужно лишь определить для себя, с чем можно смириться, а что является принципиальным. Людей любят не за то, что они прогибаются. Желая понравиться партнеру, прогибаясь перед ним, поступаясь собственными принципами, люди мешают развиваться отношениям. Любят не из-за покорности, готовность всегда согласиться поддержать. Наоборот, такое поведение отталкивает. Парадокс заключается в том, что стервозных женщин мужчины чаще всего боготворят. Женщина, которая растворяется в муже, постепенно деградирует. Когда женщина принимает решение отказаться от работы и собственных интересов ради мужа, она сильно рискует. Если сидеть дома годами, деградация неизбежна. С такой партнершей становится скучно, что толкает мужчину искать развлечений на стороне. Это и приводит к разводам. У женщины должно быть какое-то занятие помимо детей, мужа, домашнего хозяйства. Только в этом случае удастся сохранить хорошее отношение в семье. Если мужчина не готов жениться, с ним нужно попрощаться. Не нужно надеяться на то, что возлюбленный когда-нибудь позовет замуж. Если времени с момента начала отношений прошло достаточно, партнеры успели хорошо друг друга узнать, а общение все никак не может. Выйти на новый уровень стоит аккуратно подвести мужчину к этому вопросу. Когда он демонстрирует, что женитьба не всходит в его планы, лучше разорвать такой союз. В противном случае можно потерять очень много времени, а потом сильно пожалеть о своей нерешительности. Одиночество – это отсутствие интереса к себе. Многие люди жалуются на одиночество. Такое ощущение может возникнуть и в процессе отношений. На самом деле одиночество – это не отсутствие в жизни друзей или любимого человека, а потеря интереса к себе. Чтобы избавиться от этого чувства, нужно обратить внимание на собственное развитие, поверить в себя. В отношениях не нужно притворяться. Желание доказать партнеру собственную значимость может помешать построить здоровые и счастливые отношения. Чтобы найти своего человека, не нужно притворяться. В противном случае придется поддерживать поставленную планку на протяжении долгого времени. А это очень сложно. Следует помнить, что все достойны счастья и любви. Нужно лишь найти свою вторую половинку.